Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. Тема занятия «История и перспективы борьбы за сокращение рабочего дня». Ведет занятие кандидат медицинских наук, Рёв Денис Борисович. Пожалуйста, напоминаю вопросы и запись на выступление, письменные форумы, листочки. Объективные, скажем так. Добрый вечер, уважаемые товарищи! Начинаем наше сегодняшнее занятие. Народу в зале немного, видимо, сказывается неуёмное стремление работодателей к удлинению рабочего дня, которое помешало нашим товарищам завершить сегодня трудовую деятельность в срок и прийти на занятия. Это, так сказать, живая иллюстрация того, что, несмотря на то, что законодательно в нашей стране закреплён 8-часовой рабочий день, и даже если мы обратимся к государственной статистике, вроде как весового какого-то превышения на 40-часовой рабочей недели по результатам, по материалам Госстата нет, по факту мы знаем, что люди трудятся значительно дольше. И завоевание Великого Октября, это государственно закреплённый 8-часовой рабочий день, к сожалению, во многом утрачено в современной постсоветской капиталистической России. Почему это произошло? Произошло это потому, что накал борьбы за сокращение рабочего дня, который фактически шёл с самого начала, которая шла с самого начала развития капитализма, которая достигла своего максимума, максимума в конце 19-го, начале 20-го века, он во многом, если не сошёл на нет, то во всяком случае уступил место в борьбе за другие требования, в частности за повышение заработной платы или в её, так сказать, извращённой форме за индексацию. А между тем, именно продолжительность рабочего дня определяет во многом, то будет ли человек развиваться, будет ли у него свободное время, будет ли он здоров, и в конечном итоге определяет и продолжительность его жизни. Потому что мы знаем, что лишние 100 часов работы в год сокращают продолжительность жизни почти на целый год. Среднюю продолжительность жизни, безусловно. Поэтому борьба за сокращение рабочего дня не утратила свою актуальность, несмотря на то, что вроде как 8-часовой рабочий день является, скажем так, приемлемым для большинства работников. И когда начинаешь говорить на эту тему, кажется, что сокращение рабочего дня до 6 часов – это что-то совершенно необыкновенное, это требование чуть ли не революционное, требование, которое может подорвать основы современной экономики, подорвать благосостояние наших граждан и нашей страны, уменьшить обороноспособность и так далее. Но мы понимаем, что с одной стороны, это результат буржуазной пропаганды, потому что нас все время призывают к тому, что если вы хотите больше зарабатывать, значит, надо больше работать. Хотите жить лучше, работайте дольше. Это слышим и от своих работодателей, это мы слышим и от руководителей. Дескать, производительность труда низкая, давайте работать больше, чтобы это компенсировать. Соответственно, встает вопрос, а будет ли стимулировать повышение производительности труда вот этого удлинения рабочего дня? Мы знаем, что нет, не будет. Именно в тех странах, где производительность труда высокая, отмечается более короткий рабочий день, то есть меньше продолжительность рабочего дня, если брать это в целом как тенденцию, и тенденция к постепенному, хотя и медленному, что совершенно понятно в условиях капитализма, сокращению рабочего времени. Но само по себе рабочее время не сокращается, история нас этому учит. Для сокращения рабочего времени потребовалась упорная, продолжительная борьба рабочего класса с классом капиталистов. Борьбу эту начали нерабочие, наступление на свободное время, на время отдыха, начали капиталисты, поначалу с помощью законодателей, когда наемных рабочих было мало, нужно было обеспечить работу на фабриках, и принудительно увеличивался рабочий день. В дальнейшем, при развитии машинного производства, при развитии капитализма, который, как известно, создал резервную армию труда, отпала необходимость в законодательном принуждении к длинному рабочему дню, и в основном принуждение стало носить экономический характер. Не хочешь работать 12, 14, 16 часов, пожалуйста, за ворота фабрики на твое место есть желающие и готовые работать сколь угодно долго, до тех пор, до того времени, которое ограничено физическими возможностями человека. И мы знаем, что действительно рабочий день имел чрезвычайную интенсивность, что привело, в общем-то, к катастрофическим последствиям для рабочего класса. Продолжительность жизни рабочего класса в городах в крупном производстве упала по сравнению сельского населения почти в два раза. И здесь уже с одной стороны рабочие начали борьбу, рабочие организованные профсоюзы, это с одной стороны. С другой стороны, если мы рассмотрим историю Англии, как страны наиболее такого типичного развития капитализма, там уже английское правительство было вынуждено вмешаться и попытаться ограничить результаты аппетита фабрикантов к удлинению рабочего дня. Борьба эта шла тяжело, с трудом. Ограничения были введены сначала для детей, для подростков, для женщин и только потом для взрослого работающего населения, для взрослых работников. Важным этапом в борьбе, которая приобрела осознанный организованный характер, было было в движении лозунга борьбы за 8-часовой рабочий день на международном конгрессе трудящихся и на съезде 1-го интернационала Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Но понадобилось почти 50 лет для того, чтобы эта норма была закреплена. Но промежуточным этапом было ограничение рабочего времени до 12 часов, до 11 с половиной часов, как это произошло в России в 1897 году. Произошло это не само по себе. Произошло это в результате упорной, ожесточенной, стащичной борьбы рабочих, которые выдвигали лозунг во всех, при всех забастовках выдвигали лозунг ограничения рабочего дня. И мы знаем, что тогда, когда был издан этот указ, вышло фабричное законодательство с ограничением до 11 с половиной часов, по факту на многих фабриках, ну не на многих, по крайней мере, на некоторых фабриках уже был 11- и 10-часовой рабочий день. То есть рабочие в отдельных схватках с буржуазией добились большего результата, большего успеха, чем было закреплено соответственно в фабричном законодательстве. После февральской революции рабочий класс явочным порядком установил на предприятиях 8-часовой рабочий день. Законодательно он был закреплен одним из первых декретов советской власти после октябрьской революции 11 ноября 1917 года. Когда это требование 8-часового рабочего дня стало обязательным для всех нанимателей. Для всех нанимателей. Коммунистическая партия. То есть это Российская социал-демократическая партия, потом Российская коммунистическая партия большевиков и Российская коммунистическая партия соответственно во всех программах выдвигала требования сокращения рабочего дня. В 1903 году была принята программа РСДРП которая выставляла требования ограничения рабочего дня 8-часами для всех наемных рабочих. Установление непрерывного еженедельного отпуска не менее 42-х часов и полное запрещение сверхурочных работ. когда в 1903 году выставлялся лозунг запрещение сверхурочных работ, мы видим, что до сих пор сверхурочные работы к сожалению имеют большое распространение. В 1919 году после того, как 8-часовой рабочий день был установлен законодательно и это нашло отражение в программе партии, там же было закреплено то, что рабочий день для особо вредных отраслей производства и для горнорабочих не должен превышать от 6-ти часов и ограничения также касались более жесткие ограничения для лиц до 16-ти лет женщин и беременных кормящих матерей. И кроме того была поставлена задача при общем увеличении производительности труда достижения 6-ти часов рабочего дня при обязательстве трудящих сверх того уделить 2 часа без особого вознаграждения теории ремесла и производства практическому обучению техники государственного управления военному искусству. Действительно рабочий день вначале был сокращен до 7 часов но в последующем в 1940 году опять пришлось его увеличить и в военное время рабочий день был увеличен до 8 часов с введением 7-ми дневной рабочей недели это было вызвано жесткой военной необходимостью после военный период после периода восстановления опять началось сокращение рабочего дня 1956 60 годах опять рабочий день был сокращен до 7 до 7 в ряде отраслей до 6 часов при шестидневной рабочей неделе в 1961 году была принята третья программа партии которая предусматривала дальнейшее сокращение рабочего времени и дальнейшее улучшение условий труда что нам обещали так сказать в этой программе в течение предстоящих 10 лет осуществится переход на 6-ти часовой рабочий день при одном выходном дне в неделю или на 35-ти часовую рабочую неделю при двух выходных днях а на подземных работах производства с вредными условиями труда на 5-ти часовой рабочий день или 30-ти часовую 5-ти дневную рабочую неделю во втором десятилетии на базе соответствующего роста производительности труда начнется переход к еще более сокращенной рабочей неделе к сожалению этого не произошло действительно в последующем была сокращена рабочая неделя введен дополнительный выходной день но общая продолжительность рабочей недели не увеличилась в конституции 1977 года был закреплен пяти была закреплена пятидневка при 41 рабочем часе в неделю 41 час в неделю и 1990 году было произведено сокращение на 1 час соответственно мы получили ту рабочую неделю которую имеем сейчас законодатель в действующем трудовом кодексе который как мы знаем принимался борьбой принимался при наличии альтернативных было несколько проектов трудового кодекса в том числе и в гораздо большей степени закабаляющий трудящихся тем не менее активная борьба профсоюзов трудовых коллективов за принятие более прогрессивных норм трудового кодекса привела к тому что в современном нашем действующем российском трудовом кодексе закреплена максимальная продолжительность рабочей недели не более 40 часов в неделю то есть это не является догмой это не является скажем так нижним порогом нет никаких препятствий со стороны законодательства к уменьшению продолжительности рабочего дня и продолжительности рабочей недели и вы знаете что со стороны фонда рабочей академии было обращение президента была записка ее текст можно прочитать на сайте фонда рабочей академии и в частности предлагалось перейти на 6-часовой рабочий день из ответа который был получен можно было понять что поскольку у нас трудовом кодексе заложен конкурентный принцип состязательности между работниками работодателем никто не мешает вам включать ваши локальные нормы то есть локальный ваш трудовой коллективный договор какой угодно продолжительности рабочей день и какой угодно продолжительности рабочей недели то что вы добьетесь так сказать в ходе переговоров такой рабочий день не будет опять же история нас учит тому что ничего так сказать ничего в этом мире ничего хорошего не достается без борьбы и 8-часовой рабочий день был получен в результате борьбы в результате то что мы сейчас называем коллективных действий это стачки забастовки митинги но прежде всего конечно это стачечная борьба также и дальнейшее сокращение рабочего дня которое является насущно необходимым потому что изменившиеся условия изменившиеся потребности изменившиеся условия жизни требуют того что человеку даже для того чтобы бороться за свои насущные интересы скажем за повышение заработной платы за улучшение условий труда необходимо время которого у него нет в современных условиях 8-часовой рабочий день не оставляет человеку времени для ведения нормальной активной профсоюзной работы общественной деятельности это том случае если соблюдается эта норма 8-часовой рабочий день мы знаем что поскольку наказание не очень сурово а у работодателя есть разнообразные методы принуждения к удлинению рабочего дня это происходит сплошь и рядом одно из уловок является введение удлиненных смен вроде как вы в целом работаете столько же но не по 8-часов каждый день по 12-часов или по 11-часов у вас может быть даже появится дополнительный выходной но в этот в тот день когда вы работаете никакой другой деятельностью кроме производственной вы заниматься не сможете у вас не будет ни физических ни моральных сил и действительно мы наблюдаем примеры того что люди работающие чрезмерно работающие более 8-ми часов конечно ни на какую борьбу на своих предприятиях не ведут в том числе из-за такой важной так сказать такое важное требование как повышение уровня заработной платы в настоящее время борьба за дальнейшее сокращение рабочего дня то есть заведение 6-часов рабочего дня идет в основном в идеологической плоскости и в сфере пропаганды и в ходе этой борьбы необходимо всем нам и прежде всего коммунистам профсоюзному активу и в дальнейшем всем рабочим и вообще наемным работникам освободиться от мелкобуржуазных предрассудков что путем повышения благосостояния является удлинение рабочего времени работая дольше можно заработать чуть больше но потери при этом значительно больше потому что теряется и здоровье и отсутствует свободное время к сожалению то есть ни о каком развитии человека речи идти не может требования сокращения рабочего дня до 7 часов и до в дальнейшем до 6 часов закреплено в программе федерации профсоюзов россии задачи коллективных действий многократно рассматривался этот вопрос на заседании российского комитета рабочих и заседание которое прошло буквально неделю назад не исключение этот вопрос поднимался и вызвал живой отклик практически все делегаты рабочие с решающим голосом выступили по данному вопросу у всех у вас будет возможность увидеть эти материалы на Ленрум на Красном ТВ по мере того как будут сформированы ролики и безусловно материалы российского комитета рабочих появятся на страницах газеты Народная права общая направленность выступлений сводилась к тому что действительно это требование которое является актуальным насущным это требование которое вызывает интерес и способно объединить людей за сокращение рабочего дня люди готовы бороться в рекомендациях осеннего РКР содержался призыв к профсоюзным организациям рассматривать вопрос сокращения рабочего дня и о включении соответствующего требования в коллективные договоры и в общем первая ласточка обсуждения в профсоюзах есть в профсоюзе в городском собрании профсоюза защита в городе Саров этот вопрос поднимался и в протокол соответственно был включен о том что необходимо добиваться 6-часового рабочего дня безусловно на этом пути мы встретим огромное противодействие со стороны работодателей так как это было при борьбе за 8-часовой рабочий день пока это носит скажем так характер отдельных эксцессов да потому что пока это требование не включено пока за него не развернулась борьба в коллективах мы такого настоящего сопротивления еще не ощущаем но по реакции на газеты в которых есть этот лозунг можно можно видеть о том что этот лозунг цепляет не только рабочих с положительной точки зрения но и раздражает работодателей пока вот этот лозунг сокращение рабочего дня до 6 часов в газетах так явно не фигурировал по крайней мере не был на первой полосе а были требования улучшения условий труда повышение заработной платы в общем-то довольно лояльно относилась администрация предприятий к газетам с нашими материалами как только появился 6-часовой рабочий день и мы об этом уже говорили пошла реакция со стороны охраны но естественно она не сама по себе действует действует по указке администрации то есть вытесняют с территории и с прилегающей даже территории наших распространителей случай был который мы тоже разбирали на севере на одном из предприятий там вообще бригаду лишили пропусков за подозрив ну вернее не за подозрив а зная что кто-то из членов этой бригады пронес газеты с требованием 6-часов рабочего дня на территорию то есть реакция есть к этому надо быть готовым что борьба будет непростой но эта борьба является основой для борьбы и за другие требования в том числе экономические и требования политические ну и поскольку рабочее время является универсальным то есть оно затрагивает всех работников и оно способно объединить людей в борьбе за свои интересы то есть это интерес не частный то в чем нас упрекали когда речь шла о коллективных договорах что это вот борьба на отдельных предприятиях это локально это борьба за свою заработную плату что это не способно объединить трудящихся то борьба за 6-часовой рабочий день как раз является тем лозунгом который может всех объединить и обеспечить условия для борьбы в том числе и политической для дальнейшего объединения и в действующие профсоюзы и в советы ну и так сказать вплоть до дальнейшей политической борьбы вопросы в настоящее время власти готовят почву для законодательного повышения пенсионного возраста не нужно ли сопротивление этой эрекционной мере выдвинуть на первое место хороший вопрос мы понимаем что повышение пенсионного возраста продиктовано тем что если сохранится нынешний да ну со стороны так сказать государства работодателей тем что средний возраст работающих во многих сферах он уже близок к нынешнему пенсионному а если учесть льготные всякие пенсии да то некоторых он и превышает уже поэтому понятно что через несколько лет через может быть через 10 лет государство столкнется с тем что и работодатель в том числе что работников практически не останется во всяком случае трудоспособного возраста то что мы говорим это первый момент второй момент конечно на этом фоне когда количество работающих уменьшается а количество пенсионеров растет пенсию выплачивают ниоткуда никакие накопительные системы не работают они нигде в мире не работают пенсия всегда выплачивается из заработных плат ныне работающих граждан если работающих мало а пенсионеров много значит пенсию платить нечем отсюда и стремление удлинить пенсионный увеличить пенсионный возраст что мы можем этому противопоставить мы можем этому противопоставить лозунг сокращения рабочего дня потому что сокращаем рабочий день с одной стороны да значит мы тем самым первое вынуждены увеличивать занятость да потому что там где работал один человек ну должно работать там полтора человек или два человека если рабочий день сокращается это первое второе при сокращенном рабочем дне повышается привлекательность тех специальностей на которые люди раньше не шли в силу того что это длительный монотонный скучный так сказать труд да сокращение рабочего дня приводит к тому что привлекательность этих рабочих мест будет увеличиваться следующий момент это появление возможности перемены и сочетания труда то есть люди работая в непроизводительной сфере при сокращенном рабочем дне могут сочетать работу на производстве это же касается и обучающихся студентов да то есть соответственно здесь появляются другие способы во первых увеличить количество работающих ну и конечно собственно говоря еще один момент более короткий рабочий день он будет стимулировать людей работать дольше мы знаем что в нашей стране дольше в смысле по продолжительности больше большее количество лет то в пересчете на рабочие часы в нашей стране несмотря на то что у нас не самый большой пенсионный возраст в пересчете на рабочие часы у нас люди работают больше больше часов то есть сокращение каждого рабочего дня опять-таки будет человека стимулировать не надо будет его принуждать потому что он работал там еще полгода потому что естественно повышение пенсионного возраста не идет моментально, идет постепенное увеличение в год, на три месяца и так далее, по-разному, разные схемы идет постепенно. Человек сам отработает эти три месяца без всякого принуждения, если ему дадут возможность меньше работать и больше отдыхать каждый день. Поэтому борьба за 6-часовой рабочий день в том числе является борьбой против повышения пенсионного возраста. Спасибо. Еще последний вопрос. Насколько актуален лозунг борьбы за сокращение рабочего дня в условиях экономического кризиса для предприятий, которые и так работают по сокращенному рабочему дню? Здесь вопрос распадается на два, на самом деле. Первое – это так называемый экономический кризис. Экономический кризис – это пугало для трудящихся, с помощью которого как раз людей призывают затянуть пояса, работать больше, потерпеть и так далее. А между тем, наверное, все видели заметку в российской газете, что количество долларов-миллионеров у нас в стране за год выросло на 10%. То есть, к вопросу о кризисе. То есть, богатые становятся богаче, а бедные – беднее. В отдельных отраслях, да, действительно, наблюдается спад. Мы знаем, что есть отрасли, где есть колоссальный даже взрывной рост, например, в судостроении. Все, что связано с оборонной промышленностью, с военной, все показывает рост, на самом деле. Слабый рубль дал колоссальный прирост рублевой выручки. Поэтому говорить о том, что есть в действительности какой-то кризис, и какой кризис, да, если мы вспомним опять-таки политэкономию, помним Карла Маркса, кризис – это что? Это кризис перепроизводства. Никакого перепроизводства у нас в стране не наблюдается. Соответственно, говорить о кризисе, наверное, неправильно. Это первый момент. И второй момент – то, что касается того, что предприятия работают по сокращенной схеме. Во-первых, если предприятие убыточно, да, или предприятие вот так вот вынуждено сокращать, кто в этом виноват? Рабочий виноват, виноват в этом менеджменте. Значит, гнать нужно таких нанимателей, да, значит, и передавать такие предприятия в руки менеджеров, там, собственников, которые будут эффективно распоряжаться. Но это задача в большей степени государства. А что касается рабочих, то на этом фоне, да, вполне можно выставлять требования того, что мы работаем по сокращенной схеме, но платите нам за это нормальную зарплату, потому что это же не наши проблемы, это ваши проблемы. Поэтому можно использовать, так сказать, вот такие схемы, да, мы уже работаем меньше, ну, только платите нам нормальную зарплату. Спасибо. Так, вопросы закончились у нас в данный вопрос. Ну, письменные форумы вообще-то у нас. Порядки исключения. Ну, порядки исключения, давай. У меня вот, вы знаете, такой вопрос, не считаете ли вы, что все-таки коммунисты, да, марксисты должны более четко применять термины, вот, например, работодатель, да, термин, он несет, ну, вот, человек дает работу, да, но тот же Гармакс назвал этот арабаченный и говорил, что работодателем называют того, кто за свои деньги при своей вот чужой труд. Не кажется ли вам, что вот, чтобы не было вопросов, лучше, вот, или эксплуататор называть, чтобы сразу человек, который слушает лекцию, да, он начинал думать, а почему эксплуататор, да? А работодатель, получается, он же дает вам работу. Это очень правильное замечание, в том плане, что действительно, и Маркс об этом писал, а терминологически работу дает трудящийся, да, рабочий. Поэтому терминологически правильно говорить наниматель, тот, кто нанимает, есть наемный рабочий или наемный работник, есть наниматель. Но поскольку этот термин закреплен в законодательстве, в том числе и в Трудовом кодексе, мы не можем его, не можем, естественно, конечно, естественно, он закреплен с определенной целью. Поэтому, ну, полностью, скажем так, отказаться от него мы тоже не можем. Всегда понимая о том, что действительно работодатель является работовзятелем, он берет у тебя работу. А в этом я с вами совершенно согласен. Спасибо. Выступающие, три выступающие. Первый, Герасимус Иван Михаусин. Товарищи, эта тема, она очень актуальна. Спасибо Денису Борисовичу за ее раскрытие. Маркс, как мы знаем, писал, что коммунисты отличаются от других защитников рабочего класса, в кавычках, тем, что они всем величивым вот этим криком о свободе, о равенстве и так далее, пышным фразам они противопоставляют, заставляют простую будничную постановку вопроса, улучшение условий труда. А рабочее время из условий труда – это ключевое, потому что, конечно, там всякие сквозняки и запахи и так далее, они, конечно, влияют, освещение. Но рабочее время, если вы уменьшаете рабочее время, то уменьшается сразу же и воздействие этих вредных факторов. А с другой стороны, если не досыпать, то даже в благоприятных условиях люди, вот скажем, в оборонной промышленности во время войны, скажем, вот даже талантливый конструктор ЦЭЦ, создатель танка КВ-13, вышел с работы, пошел в парк в Челябинске, сел на скамейку и умер. Ему еще 40 лет не было от сердца. И таких смертей очень много было по оборонной промышленности в виде конструкторов. Вроде бы люди сидят на стульях, проектируют никаких вредных факторов. А время, оно, так сказать, работали очень по многу. И инсульт, и инфаркт, и все это сыпалось, как из рога изобилия. И в молодом возрасте. Поэтому, конечно, время это ключевое. И у меня вот немножечко язык чешется, вот раскрыть немножечко с другой стороны ответы на вопросы. Во-первых, вот по поводу пенсионеров, о защите пенсионеров и выводе это на первый брак, потенциальных пенсионеров даже. Вот когда наш известный многим здесь товарищ Евгений Петрович Тимофеев пришел на пост заместителя председателя Ортового комитета, то он, так сказать, озаботился такой проблемой, что докеры уходят на пенсию. У докеров зарплата достаточно высокая, и платится она им не зря, потому что они работают совершенно, так сказать, большими перегрузками, и у них у всех, как правило, они полуинвалидами выходят. А пенсия, как они выйдут, у них крохотная. И здесь какой выход увидели? Что надо оформлять инвалидность. И тогда инвалидность, вот по профзаболеванию, она дает право на очень приличную, ну, относительно, конечно, смотря для кого как, но, по сравнению с другими пенсиями, приличную пенсию. И вот Евгений Петрович этой задачей озаботился, и вот у него очень большое оживление. Вот сейчас мы к нему заходим, к нему с раннего утра, уже торпятся в приемной, сидят там товарищи. И, в общем-то, что он сделал? Он актив докеров, людей активных, сильных, энергичных, и один из них среди нас присутствует, выпер на пенсию по инвалидности. На хорошую пенсию, да, это хорошо. И я понимаю, что мое выступление даже где-то жестоко звучит. Вот пускай-ка эти люди, так сказать, дальше надрывались со своими грыжами в позвоночнике, и это самое, и вели бы профсоюзную работу, и, так сказать, рабочий класс поднимали бы. С одной стороны, но с другой стороны, вот, может быть, даже здесь было бы лучше этим людям в том числе. Тут, так сказать, этот вопрос сложный. Но, во всяком случае, мне видится, что ставить на первое место заботу о правах пенсионеров, это, в общем-то, даже потенциально, скажем. Я-то сам, так сказать, уже подхожу потихонечку к пенсионному возрасту. Вот. Ну и там, это не совсем правильно. И по поводу вот опасений о сокращении рабочего дня. Да, профсоюз фордовцев, скажем, он с большим энтузиазмом воспринял то, что в кордоговоре им удалось записать, что у нас будет полный рабочий день. Вот, ну, относительно недавно, где-то, наверное, в конце прошлого года они затвердили кордоговор новый, и, так сказать, рассматривают как свое достижение. Потому что они сыты по горло этим непорным рабочим днем, соответственным урезанием зарплаты, когда невозможно там семью содержать и так далее, там, ипотеки всякие, кредиты и так далее. Но, с другой стороны, мы же ставим вопрос о сокращении рабочего дня с сохранением заработной платы. И тогда здесь сразу решается другой вопрос так называемого кризиса, как, совершенно верно, Денис Борисович сказал, это вопрос сокращений. Потому что сокращения сразу уплывают в голубую дарить с 8 до 6 часов сократить рабочий день, то, соответственно, здесь и нерагично и сокращать личный состав после этого. Это вот, поэтому здесь вот именно в период кризиса, когда вроде как нет работы, и очень хорошо, у вас нет работы, сокращайте рабочий день. Что, в убыток работаете? Ну, извините, дорогие мои, сейчас не времена Маркса, когда Маркс в своих примерах указывал, что рабочий половину рабочего дня работает на себя, грубо говоря, на свою зарплату, половину на работодателя. А сейчас так, насколько выросла производительность труда, что рабочий где-то час в день работает на себя и остальное время на работодателя. Так что здесь резервы есть. У вас прибыль уменьшится, но мы вам сочувствуем. Но, как говорится, что же делать, кризис, пояса надо затягивать. Так что поэтому резервы по сокращению рабочего дня очень большие сейчас. И потому что действительно трудящиеся прекратили борьбу это во многом. И поражение с рабочим днем сейчас очень тяжелое во всем мире. В Соединенных Штатах карасальные переработки и отпуск там неделю или 10 дней, это считается уже много. В Южной Корее, как мы знаем, 60 часов работают, там в Японии работают там по 60 часов. Это существенно. В Европе, да. Европа, вот показывает нам пример, но очень много мест, где работают намного больше. И это результат снижения накара красовой борьбы в том числе. Мы видим, что по Европе там ходят многотысячные демонстрации, там весеннее наступление трудящихся, да. А вот по Соединенным Штатам такого не ходят. И по Японии не ходят, и по Корее не ходят. Ну, по Корее сейчас немножко ходят там. Но это немножко другое. А по поводу сверхурочных еще Маркс. Вот я все-таки, у Дениса Борисовича хорошая лекция, но все-таки и Маркса тоже надо читать. У Маркса замечательно это описано, про сверхурочные. То есть, что мы видим? Капиталист вынужден рабочему оплачивать стоимость рабочей сиры. Пусть это не нормальная стоимость рабочей сиры, о которой мы говорим, нормальная стоимость из производства рабочей сиры, а хотя бы в условиях отсутствия почти полного красовой борьбы такая стоимость рабочего сиры, которая просто позволяет возобновлять сиры рабочего до следующего рабочего дня. То есть, что-то покушать, там поспать, одеться как-то и так далее. Он вынужден эту зарплату платить. А что он делает? А ему это платить не хочется за этот рабочий день Он что делает? Он вот говорит, вот товарищи дорогие Вы поработайте, останетесь после работы Вам в два раза больше за каждый час Причем Марс вот так и пишет С тех пор ничего не измениваешь В два раза больше за каждый час Двойную оплату Ну все, много денег хотим Мы побежали работать Как говорится, на жадину не нужен нож Ему покажешь медный грош Верай с ним, что хочешь А потом капитализм начинает потихонечку обрезать И все почти вот практически поголовно все работают Хорошо, сверхурочно, хорошо Капиталист начинает там за счет расценок Или там инфляция растет Он зарплату не поднимает Как-то так чук-чук-чук И выводит дело к такой ситуации Что теперь уже, чтобы стоимость рабочей силы получить Надо работать со сверхурочными А если ты не будешь работать сверхурочно У тебя будет такая зарплата Что, ну это, как говорится, без штанов И такое мы видим сейчас на многих предприятиях Вот наш товарищ работал во вне ИРА Там, так сказать, чтобы иметь где-то 40 тысяч Надо в субботу выходить По 6, ну правда погуманно, по 6 часов И там, так сказать, получаешь в 2 раза больше Работаешь в 6 часов, получаешь в 2 раза больше Все довольны, все смеются А если в субботу не уходить, там 28 тысяч Вот как семьей на эти деньги жить? Ну, есть люди, живут, я понимаю Но я не очень себе представляю Это прием известный Ну и хотелось еще раз поблагодарить Дениса Борисовича За отличный материал Это консультант Российского комитета рабочих, кстати И там, так сказать, он выступал, послушайте Спасибо Так, Борис Николаевич, да, всем Я ничего выступаю Нацепляется В руках держит Покажите нас Семен Семенович Тот же прищепка Здравствуйте Ну, замечательная лекция Дениса Борисовича И это затронута одна из главных проблем Которую надо решать Как решать? Только в результате борьбы Но в мире вообще все взаимосвязано Разве есть что-то не связано? Конечно, связано И сейчас, если вот посмотреть То, что и сейчас комментарий По повышению роста Экономического Роста России То, что вот этот вопрос Может когда рассматривать Шестичасовой рабочий день? При развитии производительных сил Вот если взять Растут ли производительные силы? Высоки ли темпы роста Экономики в России? Нет, нулевые То есть, если вот этот вопрос брать А он очень важный Денис Борисович Кандидат медицинских наук Он в первую очередь Заботится о здоровье граждан Ну, конечно, здесь надо В первую очередь Чтоб развивалась Россия Для этого что надо сделать? В первую очередь На государственный сектор Как на единую монополию Сделать план Нет ни одной Единой монополии В том числе и государственной монополии Чтоб не было плана А в нашей стране нету плана На государственную собственность И Комитет по делам буржуазии Не делает этот план А вокруг этого плана Уже Госзаказы В рамках программы развития страны Этого тоже нет И, конечно, как ожидать Но их и нету Поэтому этот вопрос Тянет Другие вопросы Кто бы мог разработать? Мог Могли бы разработать Российская Академия Наук Как поручал и Ленин Уже в 2020 году Поручил Российской Академии Наук Разработать единый хозяйственный план Что сейчас Российская Академия Наук? Ей такие серьезные задания Никак не дают Наоборот Ее то разгоняли Вот сегодня Освободили Президента Российской Академии Товарища Фортова Освободил председатель правительства На государственные деньги Там Дворкович курирует Российскую Академию Наук Председатель правительства Назначил исполняющего обязанности Сейчас изменяются Там Чтобы Условия Избрания президента Российской Академии Наук Были другие Поскольку это Государственные деньги Но государственные деньги А государственные Мужи Российская Академия Наук Они отставят свое Они не согласны По многим вопросам Что делается Поэтому не только Фортов Но и другие написали заявление И в результате Вот это идет Так дайте Российской Академии Наук Задание На разработку Плана На государственную собственность Дайте на разработку Задание На разработку Программы России Мы об этом говорили Уже не один год Нет Это не делается Сейчас Вы можете на сайте Фонда Рабочей Академии Прочитать По темпам экономического роста И Михаил Васильевич Дает Из администрации Президента Из Министерства Экономразвития Из Минпромторга Ответы И комментирует Достаточно очень подробно Где Ну То что Минэкономразвитие Так это Стыдух За ответ Прогнозы Они это считают Планами И там Много чего Но Ведь Это Не заменяет Те действия Которые должны Быть Этого нет Написали В том числе Чтобы Ставку Рефинансирования Не 10% Как Сейчас В Российской Федерации И Сейчас Пожалуйста Продлили еще Центробанку Набиулина Еще На новый срок Которая ставит Ставку Рефинансировать 10% Написали Давайте сделаем Как в Америке В Америке Более богатая страна Было 0,25 Повысили в два раза Ключевая ставка Стала 0,5 0,5 До 0,75 Давайте сделаем Как в Америке Нет Давайте Сократим Маржу Банков Конечно Мне очень жалко И мы Эту цифру Приводили Когда В условиях До кризиса Получали Топменеджер Сбербанка России Где основной Владелец Государства Закачивает Тогда 3,7 млн А потом В условиях Кризиса Стали получать В месяц Вместе с бонусами 3,3 млн На целых 4 тысяч Меньше Конечно Жалко Но тем не менее Если государство Хочет развивать Конечно Оно должно Снизить Эту маржу До 1% Что они По 7-10% Накручивают Свои Ну аппетит Это конечно Можно и больше Тут у нас И почта России Если Амортизионное Отчисление Власть Не регулировать Ни исполнительное Ни законодательное То тоже Проблема То есть Если вот это Будет Все И будет Развиваться Россия Будет Развиваться Производение Силы Тогда И этот вопрос Сам С собой Потянет Чтоб Очень Вот это Актуально И конечно Надо работать Все в комплексе Потому что Все действительно Взаимосвязано А доклад Очень интересный Спасибо Виктор Акадьевич Последний выступающий Пожалуйста Я тоже Благодарю Докладчика За хорошо Раскрытую Тему И за то Что это Значит Тема актуальная Так она Как бы Прямо Ну Каждого Касается Значит Каждого Завода Каждого Работающего Ныне Я думаю Очень полезна Та часть Которая Дает Исторический Обзор Потому что Действительно Так Это сам Если вдуматься Что раньше Работали Законодательно Было Закреплено Там По 14 Часов Там По 12 Часов Начинаешь Понимать Что это вопрос Не просто Здоровья Человека Это вопрос Управления Людьми Когда ты 12 часов Так сказать Отработал 5 дней В неделю Еще Туда Сюда Обратно Прошел Поел В койку И Все На этом Заканчивается Один день В неделю Чтобы Оттянуться Разгрузиться Помыться В бане И Снова Все Поехало То есть Это вопрос Об управлении Людьми О степени Свободы О закабалении Людей Так Ставит вопрос Поэтому Историческая Ретроспектива Она Полезна Для того Чтобы Начинать Размышлять А когда Прикладываешь Вот эту Карту К сегодняшней Ситуации К дороге То Убеждаешься Что вопрос Действительно Актуальный Во-первых Потому что Если взять Объективную Картину Переработок Сегодня То я думаю Что у нас Получается Не 40 Часовая Рабочая Неделя А там Далеко Под 50 Это точно Просто Известно А если взять Такие Отрасли Как Строительство Если брать Такие Категории Как Гастарбайтеры Если брать Севера Наши То это Значит Там Полуторные Двойные Переработки Все это Дело Подогревается Или актуальность Еще усиливается Тем Что Наши Так сказать Соперники Из Профсоюзов Промышленников И предпринимателей Они Над этим Вопросом Постоянно Работают Нам Известна Инициатива Прохорова Который Пробовал Значит В законодательную Область Влезь Где Предлагал Законодательно Разрешить Переработки До Там Без Ограничений И не надо Думать Что это Чей-то Случайный Сплеск Это Грамотно Вброшенный Пробный Камень На котором Они Отрабатывали Пропагандистское Идеологическое Обеспечение Этого Вопроса И они Обязательно К этому Еще Еще раз Будут Возвращаться И Не так Я думаю Не так Уш крепка Наша Оборона Чтобы Спокойно Спать И думать Что вряд Ли они Здесь Прорвут Или что Еще Один Вопрос На который Я хотел Посоветовать Докладчику Надо Я думаю Отдельно Осветить Эту же Проблему В условиях Социализма Потому Что тут Вроде Как По-другому Вопрос Смотрится Здесь Уже Не прибавочное Время Ты работаешь На благо Всего Общества И вроде Это как Не эксплуатация А Сказать И хорошее Мероприятие Ну Начиная С того Что И в добровольном Порядке Как Первых Сегодня Помните Вплоть До полной Победы Над Колчаком Мы Еще По Одному Дню А потом По инерции Вроде Как И для Общего Влаги Дальше Работали И Переработки Были Очень Большие Вот я В оборонной Промышленности Работал И говорю Что До 100 часов Выдавали Сверхурочных Месячных Исчислений Кажется Невероятно Были Специальные Постановления Совмин Вместе ЦК В отдельных Отраслях Оборонных Там Где решается Разрешить Нужно День Ночь Вперед Все Субботы Все Воскресенья Все И Конечно Скрывали Во многом Прятали Поэтому Выходила Переработка Норм Отсюда Желание Срезать Расценки И прочее Прочее Но тем Не менее Это тоже Такой вопрос Но требующий Осмысления Поскольку Мы Зовем К тому Что будем Строить Как это Будет Выглядеть Ну и Вот Нагонец По Увязке С пенсиями Здесь Я С Иваном Михайловичем Уважаемым Никак Не могу Согласиться Во-первых Речь идет Не о пенсионерах Нам Борис Николаевич Вроде Как И до Лампочки Мы Уже Получаем Речь идет Как раз О тех Кто Сегодня Еще Работает Только И Которые Еще Будут Только Работать Борьба Идет Вообще Человека За Время Жизни Здесь У тебя Годы Уворовывать Пытаются Увеличить Здесь Эксплуатацию А кроме этого Это усиление Напряженности На рынке Труда Вообще Усиление Конкуренции Значит Появление Дополнительной Возможности Значит За счет Этого Так Еще Усилить Эксплуатацию Двигаться И Очень Важно Понимать То Что Значит Трудно На этом Вопросе Нам Добиваться Понимания Вот В официальных Профсоюзах В общих Массах Да Иногда Смотрят Чудак Какой Тут Значит Как бы А он Еще Предлагает На 2 часа Рабочий день Там Сократить Ну Где-то А на этом Вопросе Легче Добиться Понимания И Этот Вопрос Он Тоже Перерастает В политическую Плоскость Потому Что Он Касается Всех Конечно Поэтому Это Вопрос Взаимоотношения С властями Буржуазными И Не только С властями Буржуазными А со всем Капиталистическим Миром Потому Что Мы До сих пор Советским Наследствием Являемся Страной Самым Низким Пенсионным Центром Так И Соответственно С большим Периодом После пенсионной Активной Жизни Которые Надо тратить На развитие На общение Там С внуками Детьми Там С обществом Проще Проще Поэтому Это Очень важный Участок По крайней Мере Его Надо Параллельно Вести С борьбой За сокращение Рабочего Времени Но Так Тема Конечно Актуальная И Надо брать На вооружение Спасибо Больше Разъяснять Микрофон Пожалуйста Заключительно Слово Это очки Могу и очки Уважаемые товарищи Ну Как мы видим Сегодня на заседании Даже было продемонстрировано Такое единство Удивительное Потому что В последнее время Всегда возникали Жаркие дискуссии Но Понятно Что сокращение Сокращение Рабочего Времени По разным вопросам Так сказать А вот этот вопрос Все таки Он Людей Объединяет И мы видим Даже на примере Нашего Сегодняшнего Занятия Что касается Сокращение Пенсионного Возраста Вернее Увеличение Пенсионного Возраста Ну Понятно Что это Реакционная Мера И Ей Нужно Противостоять Но Ведь С одной Стороны Да Если бы Они Повысили Резко Моментально Да Наверное Можно было бы Выдвигать Это в качестве Лозунга Момента Но Мы знаем Что если Лягушку Опустить В котел И очень Медленно Повышать Температуру То она Сварится И даже Этого Не заметят Поэтому Повышение Пенсионного Возраста Вот так Вот Информационный Вброс Был А потом Оно Будет Производиться Насколько Медленно Осторожно Аккуратно Что К сожалению Большинство Работающих Ну кроме Тех Кто Уже Подошел Собственно К этому Порогу И Меньше Чем В большинстве Развитых Стран Поэтому Человек Просто Не успевает Насладиться Всеми Преимуществами Раннего Выхода На пенсию Это же Касается И льготных Всяких Пенсий И Кроме Того Эта пенсия Омрачена Еще Болезнями Низкой Низким Уровнем Пенсии Соответственно Катастрофическим Фактически Снижением Уровня Жизни По сравнению С работающим Собственно Говоря Даже При Той Разнице Между Пенсией И Заработной Платой Которая У нас Существует Можно Было Особо И не заморачиваются На повышение Пенсионного Возраста Люди И так Трудятся До тех Пор Пока Не упадут Потому что Понимаю Прекрасно Что На пенсию Не прожить Что Касается Борьбы За Сокращение Рабочего Дня Про социализм Это Очень важная Тема И Я Говорил О том Что Было Шло Пока Мы Двигались В сторону Уничтожения Классов Пока Социализм Развивался Шло Сокращение Рабочее Время А вот Как только Перестали Сокращать Рабочее Время Смотря На то Что Было Задекларировано Через 20 лет У нас Вообще Должен Должен Быть Пяти Часовой Рабочий День Но Этого Не Случилось И Соответственно После 60-х Годов Мы Перестали Двигаться В сторону Уничтожения Класса И к чему Это привело В итоге Это привело К реставрации Капитализма Поэтому Если мы Хотим Восстановить Советскую Власть Если мы Хотим Вернуть Социализм Мы Должны Бороться За то Что В конечном Итоге Дало Победу Российскому Рабочему Классу В Октябрьской Революции Да Так Что Дало Возможность Развивать Социализм Это Сокращение Рабочего Дня Это Лозунг Еще раз Повторюсь Который Способен Который Может И Объединить Трудящихся Потому что Он затрагивает Абсолютно Всех Все категории Наемных Работников И здесь Не только Рабочие Так сказать Вступят В эту Борьбу Но и Служащие Интеллигенция Потому что Мы все Страдаем От Чрезмерного Рабочего дня От Переработок Спасибо Тема Следующего Занятия Идеологическая Борьба Как Форма Классовой Борьбы И Методология Диалектического Материализма Ексу Читает Доктор Философских Наук Профессор Огородников Владимир Петрович Встречаемся Через неделю Про Субботник В Ульяновке Пожалуйста 25 Значит Товарищи В эту Субботу 25 Числа В поселке Ульяновка Станция Саблина Будет Очередной Субботник По Восстановлению Музея Ленина Кто Желает Участвовать Как говорится Милости Просим Электричка С Московского Вокзала На Любань В 9.15 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...